Природный пожар достиг окраины села Лозо Мельковского округа. Есть жертвы. По такой легенде работали спасатели в рамках второго этапа командно-штабных учений, прошедших на Камчатке 6 марта. Участникам необходимо было выдвинуться к месту условного ЧАЭС и ликвидировать угрозу. Туда будем привлекать сразу одновременно три авиационных отделения. Козыревская, Быстринская и Мельковская. Также будут задействованы Атласовская ЛПС. Остальные ЛПС будут находиться в готовности. По задумке из-за сильного ветра пожар распространился на площади свыше 350 гектаров. Уничтожено 40 хозяйственных построек, 11 одноэтажных частных жилых домов. Пострадали 12 человек, четверо погибли. Пламя угрожало еще 12 жилым домам, в котором проживало свыше 60 человек. Работу спасателям осложняли особенности рельефа местности, которые не позволяли оперативно добраться до очага возгорания. В связи с этим было принято решение доставить их к месту происшествия авиации. Для этого задействовали вертолет Ми-8 МЧС России. Одна группа спасателей десантировалась максимально близко к условному очагу возгорания. Дальнейший путь им предстояло преодолеть пешком. Перед другими спасателями стояла еще более трудная задача – эвакуировать попавших в беду людей, которые, спасаясь от огня, вышли на ближайший замерзший водоем. Подъем пострадавших проходил с помощью лебедочной грузовой системы СЛГ-300. Как отмечают спасатели, успех борьбы с природными пожарами во многом зависит от слаженности действий работников оперативных служб. Поэтому основная цель учений – уточнение вопросов взаимодействия всех структур, задействованных в работе, проверка готовности сил и средств, а также практическая отработка приемов и способов защиты населения. Подобные тренировки проводят ежегодно в преддверии сезонных рисков. Как показывает практика, они приносят свои положительные результаты и позволяют отладить работу всех органов власти.